Что из себя представляет Курила? Ведь большинство жителей нашей страны, я в этом абсолютно уверена, очень плохо вообще представляют, что такое Курильские острова, и вплоть до того, что некоторые спрашивают, а что там люди живут. Реально меня много раз спрашивали, когда я приехала, мне говорили, что о чем мы там особенно боремся, там все красиво, все понятно, там же никого нет, как никого нет, там живет очень много людей вообще-то, и как бы там, чтобы люди себе представляли. Есть три острова, да, вот Хабамай, они, он ненаселенный, ненаселенная гряда, это такие камни. Есть огромный большой Туруп, это главный остров, это очень богатый остров, в котором, Лена, есть кинотеатр 3D, есть дороги, есть огромный спортивный комплекс с бассейном, там все, что полагается. Есть ресторанчики, ну там всего 2-3, по-моему, значит, выстроенные асфальтовые дороги, оборудованы горячие источники, которые бьют с вулканов, там очень много вулканов, 20 штук вулканов, 9 работают, значит, и это все как бы пыхтит, работает, и как бы источники бьют, их очень много на Турупе, поэтому и они оборудованы, там есть кипящие лечки, там все, в общем, там безумная красота, и уже некоторые, в общем, в таком туристическом, есть даже 2 неплохих гостиницы, они, правда, там одна закрыта, потому что зима, обычно люди, это не тот сезон, когда ездят люди, то есть это и Туруп, есть победнее остров, это Кунашир, он просто и поменьше, честно говоря, там тоже выстроили уже асфальтовые дороги, там есть школы, которые, извините, покруче, чем школа в селе, где училась моя дочка в Москве, то есть, понимаешь, когда ты приходишь, и тебе говорят, это интерактивная доска, и говорят тебе учительницы, я даже не знаю, что такое интерактивная доска, честно говоря, это вот у нас компьютер соединяется, компьютер учительница соединяется, значит, с специальным экраном, чтобы показывать деткам там то-то, это у нас компьютерный класс, в школе, извините, два ученика в одном классе, три в другом и так далее, ну, вестерская школа, представляете, вестерская школа, это вестерская школа на Кунашире, Кунашире, роскошные красавицы, жены военных, это учительницы, значит, которые просто все как на подбор, все с образованием, все такие ласковые, милые, то есть же детки там учатся, что там их всего, в селе Головнино там 50 человек живет, в другом селе соседнем там 40, в общем, слышишь, это школа, у них, оказывается, парты, каждая парта под рост ученика сделана, я только вообще не помню, Индивидуальный заказ такой, да? Да, каждая парта имеет свой рост, детей, деток измеряют, и парты подбирают, чтобы они сидели удобно, чтобы, не дай бог, у них не было искривления осанки, это реально сельские школы, я давно не видела сельские школы, сейчас говорят, бушок, поверь мне, значит, есть библиотеки, есть дома культуры, есть, значит, то есть там все есть, ну, да, трудно передвигаться, особенно зимой, потому что ты не можешь передвигаться, там даже используют такси, чтобы проехать 100 метров, ты не можешь против стены ветра идти, потому что это тайфуны, беспрерывные тайфуны, циклоны, и потому что затихло, ты можешь как-то двигаться, а я вообще была в пору, когда двигаться вообще было нельзя, там меня дотаскивали просто куда-то, знаешь, машину затихнут, и проехали всего 100 метров, дотаскивают, но есть вся инфраструктура, самая бедная из них, это Шикотан, который, кстати, стоит в списке вот первой на передаче, там нету асфальта, но там, наконец, проложили дорогу, хотя бы просто пробили дорогу, чтобы можно было ехать, может, раньше даже на джипах нельзя было проезжать. А, кстати, такой момент, во всех трех островах новой больницы, абсолютно новенькие, Лена, вот просто вот с иголочки, у них единственная проблема, что у них очень хорошо с аппаратурой, все врачи полный комплект, у них плохо с аппаратурой, что у них есть линген, есть, конечно, ультразвук, но нету там МРТ, компьютерную томографию, вот такого всего нету, есть там зубные кабинеты, донтисты, всё это есть. Если уж с человеком плохо, вот эта проблема, конечно, то выставляют санитарный вертолёт Сахалина, но это 2 часа в одну, 2 часа в другую, и пока они его вызовут, хотя, например, даже на шикотане есть ли анимация своя, есть ли анимация, то есть если что... А роддома есть? На каждом острове, просто почему-то считается неприличным рожать на острове, и вообще все боятся осложнений, поэтому все улетают на Сахалина рожать. Да что ты? Что неправильно, потому что рододеление, роддельное отделение есть на каждом острове, только их практически не используют, их построили, но не используют, потому что боятся там, не дай бог, что с роженицей, лучше ещё переправить там какие-то осложнения, значит, переправить её на Сахалине, потому что практически все рожают на Сахалине. Это такая странная. То есть всё это отстроено, это всё-таки инфраструктура, магазинчики, на том же заброшенном шикотане большой спортивный центр, тоже отстроен, новенький совершенно, с иголочки. Есть магазины, есть кафе, то есть как бы, есть жизнь. Но, Даш, меня смущает только одно, вот ты, когда говорила о школе, назвала количество учеников, и у меня сразу возникает вопрос... Но, тем не менее, вся эта красота, она вот для кого, там, чем люди живут, чем они зарабатывают, могут ли они ходить в эти кинотеатры, могут ли они ходить в эти торговые центры, то есть деньги-то у людей есть там или нет? Собственно говоря, Курилы – это самое богатое место в России, чтобы ты знал. Оу! И туда, собственно говоря, опять же едут зарабатывать деньги. И людей куличан там, которые родились, я встречала куличан, которые там родились, живут и так далее, есть даже там наследственные семьи, которые же с семьями работают. Значит, их на самом деле очень мало. В основном там сидит весь Советский Союз. От Хакасии до, значит, Алтайского края, который считает самодепрессивным районом России, они все пол-Алтайского края сидят на Курилах, я уверяю. Там даже их забирают на пути, но когда люди войдут туда, все едут туда. Грузия, Украина – это все еще Советского Союза, куда уехали. В свое время остров и Туруп было столько украинцев, что назвали остров и Турупенко. Фамилия была такая. Да-да-да, серьезно, была такая шутка остров и Турупенко. Вот, много татар. Не знаю почему, вот сейчас такой большой вот как-то такой прилив татар идет. Раньше были украинцы, теперь татары. Значит, люди со всего, вот в Волокде, с Пензе, с Москвы люди есть. Все едут за длинным рублем. За романтикой и длинным рублем. Кто-то за романтикой, кто-то за длинным рублем. Ну, ты знаешь, поскольку мы живем в Москве, то понимаем, что стереотипы «приехал в Москву и заработал миллион», он отнюдь не всегда является реальностью. Вот нет ли там таких же стереотипов, что приедем на Курилы и заработаем длинный рубль, а оказывается у развитого корыта? Чем там зарабатывают? Объясняю. Что делают? Объясняю. Во-первых, это не брошенные земли. Во-первых, у них огромные... Там есть гидрострой, не только гидрострой, там еще другие предприятия рыбы, которые выстроили роскошные, на совершенно новых технологиях рыбные заводы и рыборазводные заводы. Как называется? Рыбоводы, да. То есть заводы, где рыбу... С нее делают консервы, замораживают и так далее. И заводы, где рыбу разводят. Я была на всех этих заводах. Это супертехника и супертехнологии. Более того, сейчас на Шикатане один прекрасный завод работает, строится абсолютно новый. Привезли... Там работают исландцы, которые устанавливают новую линию. Исландская техника для рыбных заводов самая дорогая в мире и самая совершенная. Я жила, как бы не жила, работала в Исландии когда, то там просто люди зарабатывают туризмом и рыбой. Потому что... И нам это очень сходно подходит, все эти технологии исландские, потому что они зарабатывают именно на холодной рыбе, они же холодной водой, как у нас там, там же холодная вода, там же льды. И вся эта рыба, которая вот там, тот же типаж рыбы. Поэтому там очень подходит это оборудование. Вот его закупили сейчас на огромные деньги. Мало того, что рядом стоит прекрасный, прекрасный оборудованный завод. Я просто видела, как все это делается. То есть подходит корабль, с корабля идет труба. Из этой трубы прямо с корабля рыба, пока она еще живая, с водой, она в воде, перекачивается прямо с корабля в цех, живой. То есть как бы, чтобы она была как можно более свежей. Ее качают, оттуда ее обрабатывают. Опять же, она идет по самым современным технологиям обрабатывается. Самая современная заморозка, минимальная, которая идет. Это все очень крутые технологии. Технологии развода рыбы. Фантастические. То есть как бы, когда японцы мне говорили в Токио, вот мы вам подарили технологии развода рыбы. Да они уже есть давнодавно, они все одни и те же. И там на самом высоком уровне, там уже четвертое поколение рыбоводов живет. Я разговариваю с семьями, которые там занимаются. Дедушка занимался, бабушка занималась. И вот уже идет, не знаю, какое поколение, занимается тоже разводом рыбы, рыбоводы. Выпускают в год, а не только с Курилл выпускается, в год 300 тысяч мальков. 300 тысяч мальков уходит в море. А всего у нас со всей России 800 тысяч, если не ошибаюсь, выпускаются. Это мало. Потому что там даже Япония выпускает 2 миллиарда. Ну, могли бы подтянуться, честно говоря. Но это частные предприятия, поэтому это не государственные предприятия, извините. То есть там частный бизнес тоже очень активный, да? Это и есть частные предприятия, это гидрострофы, это частные предприятия. Это частные заводы, это не государственные. И это очень мощные, это самые современные технологии. Им нужны люди на пути, ну, когда рыба идет. Многие люди приезжают на 3-4 месяца. Их завозят, чтобы... Это самое такое, знаешь, когда работа непочатый край. Их завозят на временную работу. И это золотые. В золотое время они приехали, заработали очень много. И привозят в свой счет. Они работают, и потом их также отправляют домой с хорошими деньгами, понимаешь? Курилы – это заработок. Дарья Асламова знакомит нас с курилами. Вы там не были? Ну, вот видите, немногие могут сказать, да что вы, знаю, бывал. Вот Дарья Асламова бывала. Кстати, открою вам небольшой секрет, с трудом выбралась, потому что начался сезон, когда уже, насколько я понимаю, выбраться с курилами достаточно сложно. Кто выбрался? Может, вы говорите о зарплатах, кто там работает? Там крайне выгодно зарабатывать кому? У врачей зарплата не менее 130 тысяч рублей. Понимаешь, когда у меня… А там есть надбавки, да? Правильно? Да, там идет надбавка на крайнем севере. И поэтому, вот у меня со мной сидит… Я разговариваю с девочкой, которая работает в кафе. Она говорит, тут мы приехали с мужем на Шикотан. Она говорит, ну а зачем? Ну, послушайте, у меня муж медбрат. У меня зарабатывало, да не из пензы откуда-то что-то. У него зарабатывает 10 тысяч рублей. Сейчас у него зарабатывает 90 тысяч рублей. Он, конечно, работает не на одну ставку, а на несколько. Медбратом, в реанимации, в лаборатории. Ну, извините, 90 тысяч рублей. Я говорю, а сколько ты в кафе зарабатываешь? Она говорит, 50. Ну и посчитай, молодая семья. У нее 140 тысяч рублей. А было у них 15. Даша, а где они живут, вот эта молодая семья? Там есть сниженное жилье? Да, это проблема. Жилье, это проблема. Самая большая проблема на Шикотане. Потому что там очень мало жилья, вот сейчас они собираются строить. Жилье действительно там хлипкие. Там все погубило замеотрясение 1994 года. А самое сильное оно было на Шикотане. И фактически там было все разрушено на Шикотане. Несколько человек погибло. Но самое страшное, что было разрушено. Дома и три четверти населения уехали в то время. Это все люди пришли. Это все люди, которые сейчас приезжают. Им приезжают каждый год. Вот тебе смотри, какой заработок. Врач получает 130 тысяч рублей. С самого начала. Ты терапевт молодой, ты закончил институт. Ты приезжаешь к тебе 130 тысяч. Более того, подъемные миллион сто тысяч для врача. Или для учителя. Миллион сто тысяч подъемных. Я, например, на ИТУРУПе разминулась с учителем из Москвы. Он работал полтора года. Закончил педы, мы удали миллион сто тысяч подъемных. Он приехал на ИТУРУП работать. Год идет за два. Это к пенсии, чтобы ты представляла, да? Да, что выгодно. Там есть военнослужащие, которые вообще просто, я бы сказала, как сыр масла купаются, потому что у них действительно год идет за два тоже. У них не менее 100 тысяч зарплаты. У них, значит, жены все пристраиваются учителями и так далее. А учителей зарабатывают не менее 80-90 тысяч. А потом начинается засташить. У военных паек, у военных, значит, они оттуда никуда не торопятся. Ты что? И более-то в конце им выдадут сертификат, если они отработают нужное время, выдадут сертификат на жилье на материке. И люди там сидят, знаешь, никуда не репутся. Ты попробуй, ты на работу устройся. Да. Потому что зарплаты хорошие, пайки хорошие. Трудно тем, кто... Я встречала людей, у которых пенсия 150 тысяч. Я чуть не рухнула. Ну, там, правда, человек был во власти, но все равно я так сказала, сколько пенсия 150 тысяч? И человек еще работает. Я говорю, вот это... То есть я просто даже не знала, как на это реагировать. Да. Трудно тем, например, моряки мало зарабатывают. Трудно. Это трудная работа. Это маленькие там ходят кораблики, кто-то там еще что-то. Это все, например... Короче, там хорошо кому? Бюджетникам. Бюджетникам там моря земной. Реально. Даже, например, люди, которые работают на частных рыбозаводах, они зарабатывают меньше, чем бюджетники. Но тоже неплохо зарабатывают. И они любят свою работу, те, кто приезжает. Поэтому это не то, что золотое дно, это тяжелая жизнь. Когда ты там начинаешь... Вот все-таки я провела много времени там, не по своей воле, а по стихии, по погодным обстоятельствам, я поняла, что все эти надбавки, конечно, платятся не зря. Ну, понятно. А цены там на продукты какие? Это же все завозится, насколько я понимаю. Продукты, во-первых, продукты стоят гораздо дороже, чем на материке. Но не настолько дороже, Лена. Все-таки... Ну, не знаю. Вот в моем районе сейчас на рынке ездят стоят 110 рублей. Там 120. Я бы не сказала, что это... А фрукты? Вот, с фруктами у них напряженка. Ну, например, другой тебе пример. Зато смотри. Красная икра у всех есть? Есть. Они так обжираются, что уедет не надо. Ну, это понятно. Это как белое солнце в пустыне. Лицензия рыбы. У каждого есть лицензия на вылов рыбы. Ты имеешь право выловить от пяти хвостов, по-моему, в день. Так считается, от пяти хвостов. Рыбу у всех полно, полно. Дома у всех вакуумные машинки, кто хорошо делает. Они просто ее морозят в вакууме, и они ее отправляют. У тебя все время есть свежая рыба дома. Всегда есть свежая рыба дома. Ты не представляешь, как у Кафи-то есть свежую рыбу. Морских гадых полно. Гребешки, морские ежи, креветки огромные, настоящие креветки, которые ты здесь и не видела. Понимаешь, мне не повезло, я не в сезон попала. Устрицы размером с ладонь. Можете представить. Таких ты во Франции не увидишь. Это по сравнению французские отдыхают. Устрицы, креветки, морские гады, гребешки. Это же тоже все, понимаешь, включая в себя. Это же все очень полезно. Более того, на том же, например, разговарив с людьми в селах, на сельская жизнь, на том же Кунашиле. У них летом, у всех теплицы, кто в селе. Это значит, что помидоры, огурцы, все свое. Картошка, все свое. Возревает, успевает? Конечно, все возревает, да. Потом считай, что у них куча этих ягод в лесу. Это все брусника, клюква, ежевика. Они все это собирают. Они выращивают даже виноград в селе. Судики виноград выращивают. Да, и очень даже успешно. Сладкий, хороший виноград. То есть у них все есть. Они все заготавливают. То есть люди умеют сами себя содержать. Где ты поешь свежие рыбки, где ты поешь, значит, клюквы, морожки или чего-то еще, это на всю зиму. Ты ее просто заморозишь, у тебя куча ягод зимой. Варенье там и так далее. То есть люди там... Да, есть свои минусы, как они говорят, есть свои плюсы. Но отчего людям не хватает вот в такой жизни? Потому что сейчас вот слушают, нас все думают, ну прям идиллия. Да, абсолютно идиллия. Объясню. Очень многие мне люди говорят так. Я сюда приехала, потому что я наелся цивилизацией, я хотела жить в диком краю, купаться в горячих источках, когда мне этого хочется, и видеть сказочную природу, охота, рыбалка. Все занимаются рыбалкой, вплоть до женщин. Для пенсионерок лучше нет. Три подружки собираются, берут водку, едут на лед ловить рыбу. Это любимое развлечение всеобщее. Да, ледовая рыбалка, что на Сахалине, что... Знаешь, как бабы там вообще это дело любят? Взрослые такие большие, все, оделись, поехали, потом они свежую... Я ела свежую форель там. Да что там только нет, Лен? Ты знаешь, это вот для людей, которые любят природу, которые хотят жить на природе, при этом иметь какие-то городские условия, иметь хорошие зарплаты, это в принципе рай. Те, кто наелся цивилизации. Молодое колено население, все бежит. Но это нормально, это синдром... Вот ты вырос на острове, конечно, тебе хочется большую жизнь посмотреть. Ну да, да. Ты ребенок, ты вырос на острове, для тебя это не удивление. Именно на дороге для тебя не удивление. И лисы по городу бродят, не удивление. По прощанию чуют еду, да? То есть ты хочешь объехать в большой-большой мир. И они уезжают, естественно, начинают учиться. Ну, в общем, большинство, конечно, остается. Ну, там приезжают родителей навестить. А те, кто... А нам приезжают те, которые вот... Которые идут за романтикой, за жизнью на природе, это размельной, спокойной жизни, тихой, где все известно от начала... Где ты всех знаешь, где тебя все знают. Где красота, где покой, где стабильность. Все встают в 6 утра, там, минут на работу. В 9 утра все уже спят. И у меня приехал в водный труп, у меня был шок. В 9 вечера, да? Да, в 9 вечера, вернее, в 9 вечера. Значит, знаешь, просто такая хромешная темнота. В юго я думаю, боже, куда я попала? Где люди? Ау, никого нету? Мне казалось, что уже все. Оказывается, они все встают в 6 утра. У них другой график жизни, понимаешь? Вся жизнь кипит уже, начинается в 6 утра. То есть я не подхожу для них. Те, кто ходят в вечерней жизни, конечно, это не для них. Но в целом, вот это такой вот баланс, что ты хочешь от жизни. Вот как бы, если ты хочешь вот такой жизни, ты можешь ехать. А, например, многие молодые сбегают. Я разговаривала, девочка, которая приехала на заработки, сказала, что не, мы с мужем разворачиваемся, потому что, ну, нам там 25-30 лет, для нас это не подходит. Нам хочется цивилизации, там уже большой цивилизации. Так что это вот как подойдешь, как ты уживешься с Курилой, и как Курилы уживутся с тобой. Да, но, тем не менее, все-таки мы же понимаем, что первый аргумент, ради чего люди едут, ну да, хорошо, деньги, это понятно, это очень важно. Ну хорошо, второй аргумент, это красоты. Я вот от тебя слушаю и думаю, ну неужели этот край нельзя как жемчужину туристического маршрута какого-нибудь там проложить, использовать и так далее. Туризм там вообще развивается или нет? Там турист туда едет. Ну, во-первых, надо туда доехать. Ты должен подать заявление на сайте ФСБ, почему ты гражданин России, ждать 30 суток, когда тебя будут рассматривать твое электронное заявление. Еще не факт, что тебе его удовлетворят. То есть это российская земля, но мы почему-то не можем туда попасть. То есть ты не можешь полететь на Курилы просто так. Ты должен иметь разрешение ФСБ. Вот у всех один и тот же вопрос. Как будет развиваться туризм, если, извините, вы что, не можете пограничный пункт поставить на въезде в аэропорт, если уж вам так надо проверить? И почему вы нас-то проверяете? Мы граждане России. Что? Что мы сделаем на Курилов? Все военные части закрыты. Ты их в жизни не найдешь и в жизни не подойдешь к ним. Если все что надо, все же у нас со спутника снято. Что? Чем турист помешает? Слушай, прости, Бугороди, я просто сейчас, может быть, ассоциация несколько неуместна, но я вспомнила вот Красная Поляна, Сочи, вот этот туристический маршрут, который идет там через несколько водопадов, ну, есть такой. И там граница с Абхазией. Там просто стоит будка, извините меня, да, просит брать с собой, ну, паспорта на всякий случай, чтобы там проверяли. Никто никогда их не проверяет. Но, тем не менее, даже там стоит будка, стоит человек, понимаешь? И все-таки Абхазия не считает это как бы территорией России. Да, вот именно. Потому что Абхазия не считает территорией России. Я понимаю, да. Но здесь-то... Знаешь, как обидно? Потому что это им ломает туристов вначале. Во-первых, никто, естественно, не хочет ждать, и неизвестно дадут ли тебе это разрешение, чтобы поехать планировать свой отпуск. Ты можешь планировать свой отпуск. Кто это туристы? Туристы люди, которых вот я хочу поехать. Или, например, у меня вырвалось время, у человека есть деньги, да? Ой, поеду-ка я на Курилы. Не можешь, потому что ты должен получить это самое разрешение. Это первое препятствие. Второе препятствие сумасшедшие цены, просто сумасшедшие цены на билеты. То есть цена до Сахалина, стоит билет от Москвы до Сахалина, стоит 23 тысячи рублей, если не ошибаюсь. А билет, чтобы долететь до Итру пообратно, из Сахалин, 34 тысячи рублей. А между Итру и Кунаширом практически связи нет. То есть нужно вернуться в Сахалин и купить за 30 тысяч рублей билет на Кунашир. А с Кунашир ты, может быть, доберешься шикотана, если тебе Бог даст, с помощью каких-то крохотных корабликов, за которые ты еще западешь деньги. Понимаешь, все это по цене, только одни авиабилеты. Естественно, что для своей билеты стоят там в пределах, по-моему, 5 тысяч рублей. Ну да, да. Они им дают скидку. Но с такими деньгами самолет летит всего час. Почему должен платить 34 тысячи рублей? Это, извините, не знаю, у нас в Европу стоит все гораздо дешевле, чем долететь до наших Кулинских островов, с Сахалина, не с Москвы. Это сильно, конечно, убивает любые туристические возможности. Слушай, а там нет местных авиакомпаний, что ли? Есть одна единственная авиакомпания, Аврора, которая довольно приличная авиакомпания, везде, кроме Курил. Значит, все самолеты дают по погоде. Для меня это совершенно непонятно, как в 21 веке можно дать по погоде и по видимости. Хочу удивляться, мне на том же Кунашире аэропорт строят дагестанский ламповый завод. Ну, ты не знаешь, почему строят дагестанский ламповый завод, почему много лет, там его потом еле достроили в аэропорт, да. Говорят, даже будет бур завезли, но только навигация как-то не работает. А теперь очень учитывая... Ну, тендер, наверное, выиграли, собственно. Да, да, да. Тендер выиграли, а тендер, это значит, кто меньше денег требует... Ну, только навигации нет, а он сомненно, потому что есть по погоде. Вот представь себе, а погоды нет никогда, зимой просто нет никогда, а летом еще туманы. То есть, вначале ты живешь периодом тайфуна-циклона, ну, вот пока я там была, я жила все время. Тайфун, циклон, тайфун, циклон, понимаешь? Погоды нет никогда. Каждый самолет не может сесть, потому что вокруг вулканы. Все это, когда вулкан закрывается туманом, естественно, ты врежешься в этот вулкан, никто не сковать не хочет. Поэтому это все очень красиво пишется, значит, вот стоишь на табло, читаешь, сегодня три самолета на Кунашир. Ты прекрасно понимаешь, что никаких три самолета не полетит, никогда. Они не летают по три самолета, просто так написано. Может, полетит один, а скорее всего не полетит. То есть, например, считай, перед Новым годом, чтобы на тот же Туруп, где самый современный аэропорт, люди сидели с 24 декабря, а попали после Нового года. 24 декабря никто не мог улететь. То есть это... Почта работает по несколько месяцев. Может, почта, как она идет? Ну, тоже воздушным сообщением, естественно. Посылки. Люди посылают посылки именно по несколько месяцев. Или им посылают посылки. Все по несколько месяцев идет. Это невозможно. На Кунашир мне повезло. Знаешь, это как в старые добрые времена, там, не знаю, по знакомству, по блату. Мне там запихивали в самолет, просто потому что люди сидели уже 5 суток, если бы... И меня как-то еще запихнули в этот самолет, единственный, который прилетел и улетел. Причем были там наивные, которые новенькие, которые говорили, ну, сегодня же еще два в плане стоят. Я говорю, какие два в плане? Никогда не прилетят. Я уже как опытная курильчанка. Сказал, самолеты тут никогда не летают по расписанию. Это такое счастье, когда он приземлился, мы всех стали и хлопали, понимаешь? Мы не верили, может, что становится все хуже и хуже, и хуже. Ты видишь, как все заволакивается, значит, снегом, очередным. Идет бестуренный снег, пруга, ветер. Ты каждый раз думаешь, он сядет или не сядет. И вдруг он вынылет, и все начинают хлопать от счастья, что, наконец-то, у нас есть самолет. Потому что он сесть-то... Главное, чтобы он сел. Он все равно уделет отсюда. То есть он нас заберет. Нам главное... Вообще, местные жители называют Курильские острова, Бермудский треугольник. Ну, как раз три острова. Кунашир, значит, Итуруп и Шикотан. То есть... Вначале ты не можешь туда улететь, потом ты не можешь туда вылететь. Это страшная беда, понимаешь? То есть беспрерывно вот... То есть мне все говорят, что я везуча, что на мальчикам везет, потому что я сидела всего сутки, я ждала самолетного кунашира всего. А люди сидели уже которые сутки по счету. Я с Кунашира улетела всего сутки ждала, а люди сидели тоже шестые сутки. А далее начинается полный кошмар зимой, что мало того, что это, значит, самолеты. Летом они не летают, потому что туманы. Слышны туманы. После тайфунов начинаются туманы. В туман он тоже не может сесть. Единственное, у них есть счастливое время, это три месяца осенью. У них даже в Охотском море иногда купаются в ноябре. Это самое счастливое время у них. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Золотое время. Если кто-то собирается ехать, мне не повезло, да. Я была в самую, что называется, не буду говорить это слово по-русски, да. И дальше происходит ситуация, после чего начинается, после этих кошмаров с самолетами, с января начинается ледовая блокада. Все льды встают. Эти льды полностью запирают подход к островам. Потому что там есть один и одиннадцатый паром, раньше было два, который очень громко называется ледового класса. Но льды почему-то он не пробивать не может. И вот этот паром, который вообще-то единственная связь, который может привозить продукты на острова. Ты же самолетом не повезешь продукты, это очень дорого. И у них ледовая блокада длится два с половиной месяца. Если на Кунашире труп хотя бы летают самолеты, но тот самый шикотан, на который потянует японцы, то когда встал ледовая блокада, он отрезан мира вообще. Просто от слова вообще. То есть сюда не можешь попасть. То есть я успела последним корабликом, крохотным, выскочить из этого шикотана до Кунашира. А на следующий день встали льды. Больше. То есть я уехала 6 февраля, а еще я звонила 8 марта, еще никто не смог добраться до Шикотана. Никто. Можешь представить, что они настолько отрезаны? Сиатетически есть вертолет, который тоже никогда не летает. Потому что вертолет, он каждый день стоит в плане, но он никогда не может лететь. Потому что ему уже 4 часа, чтобы была идеальная погода. А такой погоды не бывает на Курилах. Никогда. Ну, кроме сентября. Поэтому это считает, что у тебя нет ни яиц свежих, ни по 2,5 месяца в году, про фрукты я молчу, ну, и лимоны завезут. Ладно, лимоны они живучие. Нет у тебя ни цветов к 8 марта, ни каких-то там, ни ряженки, ни творога, ни молока, то есть как бы молоко или какое-то долгоиграющее. И ты физически заперт. Это все равно ощущение тяжелое. Если хотя бы вот реально ты можешь улететь, с Кунашира Шикотана вырваться, да? Может, когда-нибудь прилетит самолет. Ну, он же прилетит теоретически в течение 10 дней, да? Ты как-нибудь, ну, сможешь. Хотя были прецеденты. Людям пришлось массово сдавать билеты. У всех был отпуск. Когда в отпуск едут. Да. Они за 2 недели берут билеты на Сахалин, потому что никогда не знаешь, прилетит ли самолет. Хотя он стоит в плане 2 раза в день. Ага. И все это тут потеряли. Был такой случай в прошлом году, потому что за 2 недели не влетел ни один самолет. Не было погоды. Вот нет ее и все. Летом. Я уже не говорю про зиму. И у людей пропал отпуск, билеты в Москву на все семьи, а это огромные деньги, там по 60-70 тысяч рублей. Весь отпуск пропал. Слушай, а как же тогда вот ты рассказывала о том, что если, не дай бог, с человеком что происходит, то его... Ну, это же крайний случай. Ну, это специальные борта, санитарная авиация. Санитарная авиация. Почему-то она летает, а остальные нет. Да, вот я как раз об этом хотел сказать. Это удивительно. Вот для меня это непонятно. И поэтому, естественно, что это вообще... Ну, у них, в принципе, же, насколько помню, у них же губернатор, в честь которого назван. По-моему, они в море рухнули, если не ошибаюсь. Как раз при таком-то случае. Так что, я тебе говорю, это не сахар. И, например, люди болтаются. И вот люди, представь себе, едут они в этом пароме, который стоит денег, плывет медленно вообще, застрелят везде, его вечно всем миром спасают, там откапывают льда, не знаю, проводят еще куда-то. Жрать на нем нечего. Вот он припыл на шикотан, я проскочила на крохотной лодке. Знаешь, когда я так говорю, лучше я поеду на маленькой лодочке, потому что они люди отчаянные, они пробьются. Точно пробились. А вот он встал, да, большой такой, ему страшно. Он не может войти в эту бухту, она узкая. Да, жалко его. А что делать? Он постоял, развернулся и поплыл в Японию. А люди-то остались на корабле. Продукты, почта, люди. У них уже деньги кончаются. Порция там сосисек стоит 460 рублей. Ты долго выживешь на этом корабле? Еда там тоже заканчивается. И он ушел через Японию, через Ангарский пролив. Ушел, развернулся. И только тогда, через 5 дней, приплыл обратно Сахалин со всем своим грузом. То есть никто не попал на острова, никто не получил питание, продукты. Какой бизнес можно делать, если ты, как бы, твои продукты испортились. Они были в трюме этого корабля, который так не доплыл. Это совершенно нормальная, это ледовая блокада называется. И она везде абсолютно. Это катастрофа. Начинают продукты самолетами перебрасывать. Потому что, да, понятно, что люди с голоду не умрут. У них есть консервы, рыба, это все, что угодно. Замороженные ягоды. Никто в магазинах есть замороженные продукты. Это все есть. Мясо. Они уже поняли ситуацию, что, например, даже сейчас на эту руку они начали выращивать свиней. Поняли, что она смеет все-таки своих свиней, а не надеется на чужих свиней, которые могут и не доплыть до тебя. Поэтому стали теплиться эти делать. То есть как бы выражение уже работает. Понятно, что выживать-то как-то надо. Но, тем не менее, все-таки это только природные богатства, я имею в виду вот натурально собранные, выращенные или, допустим, выловленные. Или там в недрах тоже есть, собственно, не знаю, какие-то природные полезные ископаемые и так далее. Вообще, это самые богатые острова. Ну, наша вся проблема в том, что у нас на карте к ней в любую точку у нас все богатое. Все богатое, да. У нас нет такого места, вот я не знаю, вот Бог так одарил России, что вот все в этом мы такие безалаберные, конечно. У нас слишком всего много. И слишком нам все завидуют. Потому что даже вот на этих, вроде бы, казалось бы, забытых богом на островах, да, остров Ируб, который не населен, там в огромном количестве добывают золото, кстати. И он входит в эту культуру, грядут там, но там живут только старатели, да, они добывают золото. Остров Итуруб, большие золотые месторождения. Самое главное, это рени. У них рени – это такой редкий металл, который страшно дорогой, там, не знаю, по цене. Он используется при строительстве, значит, в основном авиации, сложных вообще ракет, там, так далее. То есть это сложные такие технологии, в которых он не окисляет, он такой самый прочный. В общем, это самый дорогой, один из самых дорогих миллиметаллов. И редких, его достать невозможно. А тут тебе сидит вулкан кудря, который безусловно извергает его в чистом виде, понимаешь? Это самое большое месторождение в мире рения. И когда я спрашиваю, говорю, когда у вас там в рении собираетесь забывать? А зачем нам его забывать? Давайте мы его потомкам оставим. А лучше нам природу сохранить, что тоже логично. Типа давайте его же выбирать между туризмом или добычей полезных ископаемых. Потом, например, я ехала, значит, там есть дорога зимой. Дорога зимой ехала в заброшенный посёлок, называется Горный. Люди там всё равно живут. Я ехала по пляжу, дорога идёт по пляжу, ты ешь прямо по волнам. Тихий океан, да? Твёрдый чёрный песок. Я говорю, почему только песок чёрный? Я говорю, так там же титан. Это же титановый песок. Но чтобы его добывать, это значит портить природу. И вот мы по этому чёрному титану прямо по волнам едем, единственная дорога. А с другой стороны снег. Всё. Вот такая удивительная была, конечно, картинка, вот я ехала. Серьезно, думаю, нас смоют. Ну, были случаи, когда смывали машины и затапливали, и уносили в океан. Ну, естественно. Неудачная волна или прилив, мало ли когда чего. Так что вот это только часть ископаемых. Там очень всего много. И золото есть на трупе тоже. Всё есть. Ну, вы знаете, вот теперь вот у меня, например, снимается вопрос, на что же так японцев манят Курильские острова. Есть ли те, кто считает, что, а может быть, с Японией было бы получше? Ну, такие, знаешь, предатели. Ну, смотри, три острова, три разных менталитета. И труп самый богатый, самый успешный, процветающий остров, вообще самодостаточный. Там ничего, как бы, людям не надо. Кунашир, так сказать, средний класс. Такой, понимаешь, то есть там всё поменьше. Но тоже, ну, первый, тебе такой пример. На Кунашире я поехала в село Головнино. Знаменитое село в всё время, там залив измена всё время был захвачен там японцами, были русские моряки захвачены. А японцы страшно удивлялись, потому что они просто их захватили и сидели, ждали, когда сидели и сделают харакири. Ну, благородные же люди должны сделать харакири. А я тут харакири не сделал. А настолько потрясло японцев, потому что это уже даже говорить не о чем. Их просто пленили, вышвырнули в Японию, и там они сидели пленниками, пока уже там их не выкупили с большими сложностями. Но вот такой был момент, да. Вот поэтому залив называется залив измена. Потому что-то они высадились, а их захватили японцами в этом заливе. И там село Головнино, так и называется, может, командир был, капитан был Головнин. Его два года выкупали из Японии. И вот село, например, мне рассказывает там местная библиотекарша, что в селе на самом деле люди же уезжают. Там вообще большая смена людей. Приезжают, уезжают, мигрируют, большая миграция. А она живёт там всю жизнь, 40 лет там и живёт. Она говорит, ты что? Вот на избирательном участке у нас идёт. Там больше ста человек по списку. А живёт 50. Те, кто уехал, всеми правдами и неправдами. Ещё масса понапрописывали всяких, стали говорить, что дадут острова японцам, особенно в 90-е годы. Понапрописывали дядюшек, тётушек, кузенов, там кого угодно в расчёте, что если придут японцы, то их же надо будет выселять, всех русских, иначе будут всем компенсацией платить и давать деньги на новые квартиры и так далее, и так далее, и так далее. Это как у нас, в Хрущёвке начали заселять массово, чтобы расширить живоплощадь-то. Вот. А шокотан с этим делал совсем туго, потому что, вот мне рассказывал редактор газеты на рубеже, мне очень нравится, Сергей Киселёв, он ещё там давал интервью как-то на шокотане, пафосное такое, что типа мы там, не пьяные, российской земли, к нему подошли местные люди и говорят, а что ты, Киселёв, за всех нас говоришь там? А пойдёт японцы, ну там по 50 тысяч долларов, чтобы мы сюда свалили, отсюда построили себе жильё. Ну, для японцев это не деньги, понятно. Значит, есть такие люди. Потом такой момент, хотя совершенно справедливо, шокотанцы мне говорили, предатели не у нас, предатели у вас на материке, потому что у них беспрерывно в соцсетях, их постоянно у них начинаются пропишите меня за деньги. Из Москвы люди просят, например, пропишите меня к вам за деньги, я заплачу. Но шокотание самая тяжёлая проблема с жильём. Там, после того, как разрушена обо всем интересениям, там временные домики стоят, которые вообще, ну, это значит, что это ничто, они вообще стоят, их построили временно, они так и остались, как у нас ничего не бывает более вечного, чем временно. Вот они так и остались стоять. Сейчас стоимость, ну, представь себе, извини, это просто село какое-то, да, всё-таки на этом острове, ну, там даже не город, там два посёлка. Поселковая квартира стоит полтора миллиона до того стоя, а сейчас семь, Лена. Семь миллионов люди пытаются продать там квартиру. Это даже себе не квартира, это какой-то жалкий деревянный домик, не понятно с чем, который есть продуваемый. Семь миллионов, да, находится вот, находится вот такое жлобьё, которое, которое пытается нажиться на этом ажиотаже, как только начинаются крики про то, что там, вот-вот отдадим, вот-вот отдадим, а шокотан первый в списке, то сразу же начинается, а вот я готов продать квартиру за семь миллионов. А что там продавать, там ничего продавать, Лен. Ну, это в Москве такая цена, может быть, понимаете? Нет, ну, да, это... Вполне себе московская. А ты не понимаешь, как это выглядит? Это в посёлке, в посёлке. Вот, и плюс, значит, с материка постоянные запросы, что или куплю вашу квартиру, с материка вечно пишут, или там вот пропишите, заселите и так далее. Вот, собственно говоря, основные передатели не местные. Передатели как раз с материковыми люди, которые пытаются играть на этом ажиотаже, на этой жадности, на алчности людской, на панике, которая возникает, и пытаются, значит, как-то там вот прибиться к этому. То есть, на самом деле, даже опрос, он и показал, честно, там, по-моему, 94% высказались. Да, да, да. Вот, ну, 6% предателей. Это немного, поверь мне. Но, все-таки, вот сейчас логическое объяснение. Вот ты рассказываешь о Курилах, я тебя очень внимательно слушаю, наши радиослушатели тоже, но вопрос Японии, вот эти острова, для чего нужны? Мы его обсуждали, что называется, с японской стороны. Есть какое-то мнение у курильчан? Вот они следят за этой ситуацией и думают, ну, понятно, почему Японии нужны наши острова? Вот можно сейчас ответить на этот вопрос? Зачем Японии Курильская гряда? Ну, собственно говоря, сами японцы, ну, по-моему, это сложная история. Я рассказывала, да, это вопрос у чести и так далее. Значит, это вот наш, у нас украли, как вор на пожаре. Там была вся эта история, что Советский Союз появился, как вор на пожаре. А для курильчан совершенно понятно, в принципе, японцы это не скрывали. Их волнует не столько острова, их волнует рыба. Потому что это очень богатый рыборегион, они на самых богатых. И, в принципе, вот эти наши заводы, рыбоперерабатывающие, они там очень хорошо зарабатывают. А сейчас они поставят новый завод, сейчас откроется, по чине, там еще один стоит старый, который вот был, по взаимотрясению, так не зарабатывают, сейчас его делают. Да у них там просто будет, там очень хорошее производство, понимаешь, потому что там действительно богатая рыба и место. И для японцев вечно не хватает этой рыбы. Они же ее покупают по всему миру. Они закупают и в Ислане, они закупают в Средиземном море. Тут же тунец уходит с Средиземного моря, он уходит аж в Японию. Представь себе. А у нас-то покупают, нет? Дело в том, что наши заводы продают консервы, консервы японцев не волнуют. Японцы покупают только охлажденку. Охлажденка – это рыба, засыпанная льдом. Ну, понятно. Которую нужно быстро доставить. Это очень дорого. Потому что здесь все упирается в быструю доставку. Поэтому, собственно говоря, да, у нас есть суда в море, которые вылавливают там крабов, там, они могут продавать такую рыбу. А консервы японцев у них, они не понимают, что это консервированная рыба. Это просто менталитет такой. И плюс еще, в принципе, японцы, они же у нас квоты покупают на рыбу. И они лазят там постоянно, потому что они покупают квоту и вылавливают, потому что у них не хватает в своих морях рыбы. Они идут к нам. Были подлости, всякие пакости, что вот то они нарушили границы, то они, значит, врываются там, их штрафуют, эти корабли задерживали. То есть они в наглую идут в расчете, что все-таки их отпустят и как бы, как это, наша территория. Слушай, а японцы-то вообще на островах появляются, нет? Конечно. У них там есть всякие дома дружбы. Да, льготные всякие эти возможности приехать, посмотреть и так далее. Там есть урока японского, там есть дома дружбы, которые приезжают. Честно говоря, после сомнительсения, конечно, японцы очень сильно надеялись и Ельцин уже почти подписал. Все было готово, чтобы все подписать в 2004 году, потому что было все разрушено. Еще помнишь, какой, да, после сомнительсения все разрушено, да еще у нас разруха в стране. И думали, куда девать жители и решили тогда на первом том же шикотане всем выдали квартиры на материке. Ну что, шикотанцы люди практичные поехали, заселивали квартиры детей и вернулись обратно. Поэтому весь хитрый проект выселить людей из шикотана не удался. Понимаешь? Так что и дети перестроенные на материке и сам остался, вернулся и живешь, сидишь, ждешь. Что дальше, что будет, да? То есть, нет, наши люди, это, конечно, да, песня в этом отношении, да. Был тогда у них шанс у японцев, и японцы-то очень сильно помогали, они тогда сделали два кораблика, которые единственные два сейчас, вот на нем плыла «Дружба и надежда», это японские кораблики. Вот они-то сейчас и бегают между шикотаном и кунаширом, единственные, которые меня спасли, когда вывелась последняя с этого ледового плена. И ничего больше не бегает, и японцы-то и нефт привозили, и продукты привозили, очень сильно помогли после землетрясения, в расчете, что это уже наше. Сейчас все разбегутся, и мы спокойно заберем все, что надо. То есть, как бы, те, кто вру, да, и на эту рупь погибли люди, и на... Собственно говоря, слава богу, не было цунами, потому что цунами-то смывает полностью... Смывало же в 1953 году, по-моему, остров Ируб был полностью смыт. Ну, в Советском Союзе об этом не принято было говорить. А так прямо в 2000-е когда погибло. Ну, просто волной от всеми. Ну, да, цунами пошло, все смыло, весь остров. Там везде, кстати, информация, куда бежать, стоят прям такие столбики на дурубе, куда бежать, когда цунами. У тебя картинка нарисована, да, бежать нужно куда? На вулкан. Я говорю, он так работает, рассердится. Ну, уж там выбирай, куда тебе лучше, в море или на вулкан. В общем, Даша, насколько я поняла, ты очарована Курилами при всех минусах. Ты знаешь, когда я выросла, это было так счастливо, мне казалось, что вообще, что как бы, слава богу, что ты выросла, 22 дня застрелять там, это, конечно, было с фашистами. Я уже думала, что вообще не уеду. Естественно, это было последним, кто уехал. Реально повезло. Вот. А сейчас, конечно, скучаю, потому что очаровательные места и люди там потрясающие. И вообще, раньше назывались лучшие люди Советского Союза. Туда просто так не переезжали. Ну вот, тогда передаем привет всем лучшим людям Советского Союза, проживающим на Курилах. Вот видите, мы узнали в вашем крае сегодня побольше благодаря спецкору «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой. Ну и также с вами была я, Елена Афонина. Даша, спасибо огромное. Спасибо.